Здравствуйте! В эфире программа «По существу» и сегодня мы беседуем с известным писателем, публицистом, общественным деятелем и телеведущим Александром Прохановым. Его визит в республику оказался довольно плодотворным, и сюда он приехал с вполне конкретными идеями. Здравствуйте, Александр Андреевич! Накануне, во время встречи с главой республики, вы отметили, что в Чувашию вернулись спустя 70 лет. Получается, что впервые сюда вы приехали еще четырехлетним мальчиком во времена Великой Отечественной войны. Расскажите, какие у вас остались воспоминания о нашем регионе? У меня остались впечатления от дома, в котором я жил. Дом красной профессуры, сейчас я его обнаружил среди новых домов в здании. Он совершенно, ну как бы, вписался, оказался замурованным в новые ансамбли, в новые строения. Я помню, были бомбежки, несколько самолетов прорывалось к Чебоксарам, потому что это был тыловой город для Сталинграда. И ночью меня выхватывали из постели и вели в овраг туда, чтобы спасаться. Я помню, отец мой ушел отсюда воевать на фронт, а перед этим, как это проснулся ночью, и увидел, что мама провожает мужчину, который стоит у двери, разговаривает с ней. Мужчина был в военной форме и в обмотках. И он потом ушел. И потом я вдруг понял засыпать, что это мой отец был. Он уходил в школу пулеметную, которая была в Маринском посаде, в Марпосаде. Я помню плакат на доме, который сейчас ушел под воду, видимо, был снесен в районе старого города. На этом доме был такой матерчатый, нахолстый нарисованный плакат. Женщина русская прижимает у людей ребенка в ужасе, а фашист штыком своим плоским тычет в нее. Меня очень мучило этот плакат. И еще ребенком, уже, наверное, было мне 5 лет через год, меня повели, или я сам ходил, уже не помню, в кинотеатр, который сейчас тоже здание осталось, кинотеатр, и мне показывали фильм «Секретарь райкома». О партизанах, о мужественном секретаре райкома, о немцах. Это такой был, видимо, фильм, сделали наспех, на потребу войне, на потребу дня. Но я сейчас дорого бы заплатил за то, чтобы опять посмотреть этот фильм. Но много вот таких вот, целая коллекция детских впечатлений, которые выстраиваются в сложной, детской, из любви, из страхов, из предчувствий, сложный мир. Какие впечатления республики у вас складываются в ходе нынешней поездки? В дни своего визита в Чувашию вы проводите огромное количество встреч. И, насколько я знаю, уже успели познакомиться с национальной культурой, с тем, как живут крестьяне в обычной деревне. Расскажите о том, что вы увидели. Меня очень волнует такая тема, как Волжская цивилизация. Волга, как такая мистическая река, которая течет, вытекает из неба и утекает в какое-то таинственное, неведомое людям море. И на берегу этой мистической реки, которая то ли река, то ли история, то ли русское время, находится множество народов. Они как бы сошлись к водопою. И они все живут у этой реки и пьют воду этой мистической реки. И, находясь вместе, они создают поразительную симфонию культур, языков, ценностей, представлений. И они складывают эти свои ценности в удивительное богатство. И вот Волжская цивилизация, она таинственная цивилизация. Это не просто цивилизация административных округов или губерний. Это цивилизация таких таинственных национальных сил, национальных существ, которые соединяются друг с другом где-то очень высоко над землей. Эта Волжская цивилизация легла в основу вообще русской имперской державной цивилизации, которая разделалась от Карпат до Тихого океана. И вот этот закон, который позволяет Волжским народам жить гармонично, вот этот закон ложится в основу российской государственности. И этот закон должен быть сформулирован. Нужно показать трагедию, если этот закон нарушается, если из этого ансамбля выпадает хотя бы один народ. А мы в 1991 году пережили гигантскую трагедию, потому что из нашего государственного и державного ансамбля выпали великие народы. И поэтому наше государство раненое. Мы до сих пор государство под ранок. И мы эту рану несем в себе, и мы ее медленно, но неизбежно и неуклонно целим. Вот это мне кажется очень важным в тех исканиях и в тех подтверждениях, которые я нахожу, приехав в Чебоксары. Ну вот уже, по крайней мере, сделали одну находку и выучили чувашскую музыку. Напойте, пожалуйста, эту песню, которую сегодня вы услышали. Нет, вы знаете, я сегодня сильно был в деревне, и меня тогда пригласили, чтобы показать обряды, песни, танцы. И когда мы уже подъехали к деревне, вышли на эти сырые луга, нас встретил вот этот удивительный хор, состоящий из мужчин, женщин, детей, в чувашских народных облачениях, в этих головных уборах, таких блестящих, с этими блестящими манистами и монетами. Они угостили нас хлебом солью и собирались уже возжечь костер, чтобы совершить свой такой таинственный обряд древний, этнический. Но в это время палил дождь, пришла туча, встала над головой и такой проливной ливень ударил. Но это не помешало нам всем и приехавшим, и встречавшим взяться за руки и водить свои змейки, вот эти вот танцы таинственные. И все мы ходили, напевали что-то подобное. Мы как бы заклинали вместе вот эти небеса, тучи, мокрую траву, и мы не требовали от дождя, чтобы он прекратился. Потому что этот ливень, этот дождь, который нас окатил с ног до головы, он нас всех соединил. Мы просто хохотали, пели, мы любили друг друга, это было восхитительно. Все российские регионы сейчас объединились вместе и принимают у себя граждан из Украины. Только в Чувашию за последнее время приехали более ста семей из юго-восточных областей этой страны. В то же время разворачиваются дискуссии. Кто-то говорит, что необходимо ввести в эту страну российские войска, а кто-то это отрицает. Президент России пока отказывается применять силовые действия в решении этого конфликта. Каков ваш взгляд на это и какой позиции придерживаетесь вы? Нашему народу в течение полутора месяцев, в течение всех дней, с утра до ночи, показывали чудовищные картины убийства городов. И люди смотрели это, как убивают города, как убивают детей, как убивают ополченцев, какое злодеяние вершится, какое насилие. Вот эти пленные ополченцы, которых ставят на колени с мешками на головах. И мы все, все население испытывало колоссальную муку и страдания. Истерические были слова. Сколько можно? И зачем нам это показывают? Что хотят этим добиться? Если вы ожесточаете нас, если вы нас готовите для удара, то мы уже готовы. Давайте автоматы, и мы пойдем туда сражаться. И общественное мнение, ну, за исключением тех, кого Путин назвал пятой колонной, оно очень сочувствовало этим вот убиваемым городам. Но оно разделилось на две как бы партии. Одна партия говорила, войска немедленно, танки на Киев, освободить всю Украину, чуть ли не до Ужгорода, от этой фашистской сволочи, от этих русофобов, вперед. Другая говорила, ни в коем случае, потому что это термоядерная война. Это натовский контингент, это разрушение, мы всего этого не выдержим. И эти ссоры были на уровне семей. Муж с женой ссорились, один так считает, другой эдак. В нашем патриотическом сообществе. Одни одна точка зрения, другая другая. Причем друг друга обвиняли в предательстве или в экстремизме. Путин положил этому предел, что войска не будут водиться. И все немножко поутихло. И я стараюсь понять мотивы президента. Я, конечно, трудно до конца понять эти мотивы, потому что я, как и все, мы живем как бы сердцем, эмоциями, переживаниями, а президент живет в обстоятельствах, очень сложных. Мне кажется, его желание состоит в том, чтобы совместить почти несовместимые вещи. Первое. Он хотел бы сохранить вот эту российско-европейскую архитектуру, которую он посвятил многие годы своей жизни. Это экономические отношения, это и газпромовские трубы, это и сложные политические альянсы, это в свое время канцлер Шреддер, канцлер Меркель, это друг Сильвы, это встречи на этих форумах, это сложные политические комбинации. Это же очень трудно создать вот этот такой синтез этих разных культур Запада и Российского Востока. И он посвятил этому очень много сил и энергии. И теперь после Крыма это стало рушиться. И в это вмешались американцы, они хотели воспользоваться этим, они вбивают клин между Россией и Европой, это им выгодно, им не хочется, чтобы Европа усиливалась за счет России. И Путин хотел бы сохранить хотя бы остатки этой архитектуры, потому что часть из нее разрушилась. И поэтому он не воет войска. Потому что ведение войск, когда напротив это разрушается, это холодная война, это суперсанкции, это травли, это бог знает что, это свара надолго. А одновременно он хотел бы, конечно, сберечь Новороссию. Потому что Новороссия – это гарант того, что Украина не станет натовским государством. Пока будет Новороссия, НАТО не придет на Украину и не создаст на южных границах России мощное профашистское, антирусское, русофобское подрывное государство, от которого мы бы столько получили слез и крови. Оно бы кинулось на Кавказ, сюда, в Поволжье, а не приперлось бы своими эмиссарами. Белгород, Ростов, эти подрывные действия, сейчас уже рвутся эти донбасские железные дороги. Уже рванули газопровод на Западной Украине. Поэтому он хотел бы это сохранить. Но сберечь это нужно не введением туда регулярных русских войск, а помощью. Ну, прежде всего, гуманитарной, политической, европейской. Но я думаю, что и другая помощь. Потому что туда, в эти города, идут добровольцы непрерывно. Они идут непрерывным потоком. Это и казаки, это и союз десантников, это и другие добровольцы, это и чеченцы, это и осетины, которые мстят у Наунсо за то, что они там воевали в Чечне против Кадырова. Это и, как ни странно, представители Каталонии из Испании, это и баски, это и сербы, это и люди Черногории. Но главное, конечно, это русские и украинцы. И вот эти потоки, они пополняют вооруженные силы. И у этих вооруженных сил появились уже и танки, и установки ГРАД. Они достаточно насытились переносными, зенитно-ракетными комплексами, и нанесли очень сильный удар авиации украинской. Поэтому вот политика Путина такова. Сохранять европейский вектор, он только что в Австрии побывал, это прекрасный был визит, значит, Южный поток будет формироваться через Болгарию и Австрию, но и сберечь вот это драгоценное государство Новороссия. Причем вы и сами не раз оказывались на острие. Если вспомнить сентябрь 93-го, тогда вы резко выступили против действий Бориса Ельцина и в своей газете назвали их государственным переворотом. В конце концов, редакция вашего издания подверглась разгрому, были уничтожены архивы. По-вашему, насколько изменилось общество и насколько изменились сами вы? В 93-м году, после расстрела Дома Советов и разгрома моей газеты «День» и ареста очень близких мне людей, я бежал тогда из Москвы вместе с моими друзьями скрываться в леса, к моему другу писателя, спасаясь от ареста. Было такое ощущение, что за мной гонятся овчарки, сыщики. Это был такой ужас, страх. Панический бегство от этих насилий, от этих танков, от этих убийств, от этой крови. И за мной бежало это государство. Оно бежало, чтобы схватить меня и кинуть в темницу. А теперь государство приглашает меня в Кремль. На приемы торжествия, на парады. Я нахожусь среди всей государственной элиты. Но я не изменился. Я не изменился. Я по-прежнему несу те же ценности, что я тогда нес. Русский фактор, великое имперское государство, великие ценности, связанные с развитием, с техносферой, сталинские ценности, советские ценности. Я их исповедую. Значит, если я не изменился, то кто изменился? Государство. Изменилось государство. Конечно. Оно изменилось. Ельцинское государство. И Ельцин, ему было вменено, была вменена миссия разрушения. Как будто в него вселился дух разрушения. И он разрушал, как будто наковалили, молотом кладил. Он разрушил Красную империю, он разрушил пространство. Он уничтожил символы Советского Союза. Он уничтожил советскую армию, советские научные школы. Были разгромлены великие заводы. Была разгромлена вообще вся философия русского народа. Русский народ попал во власть вот этих либеральных проектантов, которые внушали мысли о тупиковости русской истории, о необходимости перекодировать народ. Конечно, это был кошмар. Это была казнь народа. Сейчас государство другое. Абсолютно. Оно создает машины, обороны. Оно создает разрушенное Ельцом научные школы, военно-промышленные организации. Опять вернулись к символам русской истории, русской культуры. Мы вернули себе Крым. Как это символическое такое восстановление. И я думаю, что я не изменился. Я смею так надеяться, могу ошибаться. Но обороте изменился я. Оно не в такой степени, чтобы вот как вчерашние либералы-демократы сегодня бьют себя в грудь, говорят, мы патриоты. Мне кажется, я все-таки дождесен на самом себе. А государство продолжает меняться. Сейчас вы лично даете понять региональной элите, какие в стране происходят перемены и как выстраивается государственная идеология. Это одна из задач, созданного вами, изборского клуба. Расскажите о нем. Изборский клуб был создан два года назад. Это не организация. Там нет иерархии, там нет устава. Это сообщество. А может быть даже и братство, я не знаю. Оно появилось на фоне потребности государства в позитивной идеологии, которая бы служила оформлением, оправданием многих деяний, которые предстоит еще совершить нашему государству. В мире, говорил Путин, происходит сватка идеологий. В этой сватке у России нет места, и у России нет идеологии. Идеология противника, либеральная идеология, навязанная после 1991 года Россией, привела Россию к катастрофе и встроила ее в идеологии других супергосударств, в данном случае американцев. Так вот, создание идеологии России позволило бы и позволило России выйти из-под этого ига. Это выход из-под ига. Ибо идеология – это оружие. И мы собрались, чтобы создавать эту идеологию оружия. Это не балет, это не хор народных танцев, это не клуб шахматистов. Это, потому что оружейная мастерская. Наш сборский клуб – это оружейная мастерская, где мы готовим такое мощное оружие, как идеология. И в этот клуб сегодня у нас примерно 30. Мы собрались таким интеллектуалы, экономисты, историки, философы, концептуалисты, религиозные деятели, представители мусульман и православных, атеисты и верующие, апологеты Красной империи и Романовской династии. Все мы одержимы только одной идеей – государства, оно должно быть сохранено, оно должно быть построено таким образом, чтобы оно выдержало давление 21 века. И мы пишем доклады, пишем записки, мы сдаем журнал «Великолепный сборский клуб», и мы транслируем наши изобретения, находки власти, предлагая рассмотреть наши представления, наши экспертные оценки. Во время рабочей встречи с главой Чуваши вы предложили создать здесь региональное отделение изборского клуба, так все-таки какие задачи он будет решать в Чувашии? Мне показалось, что мыслители и философы в Чебоксарах могли бы продолжить разработку вот этой концепции волжской цивилизации, используя представление вот этого Чувашского гнезда. Потому что здесь, повторяю, есть много таких тонких энергий, здесь много таких тонких представлений о природе, о человеке, о технике, о реке, о великих пространствах, о прошлом, о будущем. Вот эти все ценности и хотелось бы сформулировать, как, может, какую-то такую Чувашскую доктрину мира и вписать ее в доктрину Волги, и вписать ее в доктрину российской государственности. Вот такая задача, если бы клуб взял на себя эту сложнейшую задачу, ее не решишь публицистически, но ее можно решить как бы метаисторически, метафизически. Я думаю, что это был бы неоценимый вклад в идеологию государства российского. Вы и писатель, и общественный деятель, и телеведущий, но есть одно у вас довольно-таки интересное увлечение. Вы коллекционируете бабочек. Откуда такая страсть к ним? Вы задали этот вопрос на закуску, считаю его экзотическим вопросом. Я уже давно не коллекционирую бабочек, потому что бабочки, которые украшают мою коллекцию, они пойманы мною. Это не бабочки зоомагазинов и рынков. Это все мои трофеи с горячих точек, с войн, на которых я был в последние годы существования Советского Союза. А поскольку эти войны, они проходили в третьем мире, в джунглях, в саваннах, в горах, в сельвах, я занимаюсь, создавая свои репортажи, очерки, романы, я брал с собой сачок и гонялся за бабочками. А сейчас я не могу гоняться за бабочками. Я надеюсь, что бабочки сами начнут гоняться за мной. И моя коллекция – это коллекция моего прошлого. Я смотрю на эти восхитительные создания, вспоминаю свой боевой, геополитический, писательский опыт. Каждый из них вещает меня о каком-то этапе, эпизоде моей жизни. Еще я раскаиваюсь в том, что я их убил. Спасибо большое за интересную беседу, Александр Андреевич. Приезжайте в Чувашую снова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова